Продолжение следует... Узнать риданские сундуки-то пустеют. Пора разузнать, нет ли для нас, какой работает на той стороне бомбера. Продолжение следует... 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 Не жарко в такой куртке-то? Хватит с меня! Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Продолжение следует... Тебе повезло, обычно я не так снисходителен. Так или иначе, я бы советовал тебе найти другое занятие. Конечно, не слабак, а сапога. Коплюсь обзагладь, что с великаном не справится. Это вот тут было, люди, прямо у деревни. Спокойно! Скажи, как все было, в порядке. Привело оно, как проклятое. А зубища у него были во, вот такие. Товарища моего в клочья. Да и сам я еле живым ушел. О, ведьмак! Хвала Фреи. Ведьмак, помоги! Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж, что теперь? Это работа для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало. На нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы. Ведьмак. Да поштож ведьмака тревожить. Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался. Вот ты и привиделась. Сейчас пару ребят похрабреться. Зову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти Сфарер все-таки идиоты. Ты Сфарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирздаль на обмен. Из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что Сфарер. А Сворлог на спитерлоге. Ну так Сфарер я поплыл к Сворлогу. Обменял там добычу с большой земли на кожу. А потом приплыл сюда. С Фарер на спитерок. А потом на артскелек. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь. Купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмандов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ха, добро. Говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда. Фирсдаль на телеге с кожей. И тут вопль. Конь как переполошится. Как забрыкается из кустов чудища. Товарищу моему не повезло. Они сперва до него добрались. А я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать. Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах. Стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук двадцать их было. Ну как, поможешь? Перебьешь их. Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А, у меня кое-чего отложено. Договоримся, сколько ты хочешь. Справедливая цена? Ну так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак. А не какой-нибудь прощелыга из Друмандов. Точнее, из Друмандов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да. Ну, тут, в Корчме, неподалеку. Буду ждать. Да ладно, до встречи. Ты, осторожней. Почему этот гусь согласился? Потому что... Это Доплер. И там чудовища разных соберутся. Когда телегу будем обыскивать, там пещеры будут с накерами. В общем, чудовище приготовили ловушку для ведьмака. Как-нибудь сделаем квест. О, ведьмак, ты ведь насчет дракона пришел. Расскажи мне что-нибудь про этого дракона. Как он выглядит, например. А то ты не знаешь. Что же ты тогда за убийца-чудовище? Ну, и чешуя у него, крылья, кухни. Дракон как дракон. Нечего о нем болтать. Убить его надо, пока он еще кого-нибудь не сожрал. Поговорим о награде. Сколько ты даешь за дракона, я обычно беру за накера. Много. Но и дракон тоже не мелочевка. Пускай так, согласен. Ведьмаки обычно драконов не убивают. Но я посмотрю, что можно сделать. Ты говорил что-то про жертвы. Твое братьев, Аскель и Нильс, пошли на охоту. Да сами стали добычей. Такие у них были паскудные раны, что даже мне плохо сделалось, как их принесли. А я много чего повидал. Был в 32 походах. От повеса до гор. Это наверняка очень интересно. Но сейчас меня интересуют раны. Можешь описать? А сами и посмотрите. Темья только готовит ребят к похоронам. Они в доме еще лежат, на северном краю деревни. Только отнеситесь к телам с уважением, как велит обычай. Я ненавижу. О, пожалуйста. Еще один пришел полюбоваться на жертв дракона. Может, мне уже деньги за поглядь собирать? Может, но я бы все равно не заплатил. Мне и на работе мертвецов хватает. Я ведьмак, и пришел сюда, потому что взял заказ на этого вашего дракона. Уж простите, не знала. Чем? Чем я могу вам помочь? Где нашли тела? На поляне, за рекой. Ребята любили это место с детства. Ходили туда зайцев ловить. Я знаю, что тебе нелегко, но я должен осмотреть их раны. По крайней мере, ты спросил моего согласия. Не то, что другие. Если это поможет тебе убить эту бестию, будь по-твоему. Это все. Спасибо за помощь. И я за них отомщу, обещаю. Следы когтей и зубов. Но ожогов нет, интересно. О, бродяга. Хилый какой-то дракон. Даже корову с поля не унес, только разодрал и оставил. Следы корови крови. Может, они приведут меня к логову. Костя переломаны. Он упал с высоты. Гнездо. Кажется, вело хвоста. Но пустое. Ждать смысла нет. Лучше соорудить какую-нибудь приманку. Какой-то ты с лица нездоровый. Ну ты как? Ты поможешь драконам, нет? Я нашел гнездо этого вашего дракона. Но чтобы его убить, мне понадобится приманка. Овца, например. А, понимаю. Ты ее серой начинишь. Еще один храбрый партняшка. Нет, обойдусь без серы. Просто овца. Без всяких добавок. Добро, дам я тебе одну овцу. Паршивый, конечно, но, думаю, сгодится. Ты знаешь, как овец-то водить? Загоняй ее, как пастухья собака. Ежели ты слева, то она направо. Ну а ежели ты справа, то... Она налево. Если пес эту премудрость усвоил, то и я как-нибудь справлюсь. Как зовут овцу? Кис-кис-кис, овцы-вцы... Эй, овца, пойдем. Будем охотиться на велохвоста. Ну, овца. Пошла, пошла. Да прибудет с тобой, Крей. Утро. 10-й. Кенг. Крен. 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 Продолжение следует... 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 Ну ты как? Ты поможешь драконам, нет? Я решил ваши проблемы. И что? Только и всего. Расскажи побольше. Дракон пламенем пыхал, а ядом плевался. Да, чешуя у него была золотая, и дым у него из пасти валил, как из трубы. Ровно как в песнях скальдов, ты заслужил награду. Я руку принцессы, но мне достаточно денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А у тебя только глаза... Вот есть чудище, а приходит... Нет, нет чудища. Ну и ветер. Ты чужа. Думай, куда идешь. Разброщайся, откуда пришел. У тебя там пятно на рукаве, Люка. Это пару мест. Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели. Эта тварь уже пятерых убила. В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня. Эта ебаная тварь изъебаны чаще. Ребра раздроблены. Сильный он этот ваш дух. А ты кто такой? Я решаю проблемы. Если мы договоримся, могу решить и вашего. Он ведьмак. Наемный убийца. Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов. Большой пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно. И мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне. И бестие стало еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, которые подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу рассмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. И еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Он никогда не затупится. Воздух на большой земле, видать, людям не на пользу. Следы. Интересно, куда они приведут. Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвы. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Хочу когти. Или просто метил территорию. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Вон сколько убитых уже. КОНЕЦ 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 Поехали. Давай. Бессонные ночки, а? Это ты для меня так нарядилась, Клида? Может, для тебя. А может, и для кого-то другого. Приходи попозже. Может, буду дома. Для друзей. У нас есть сердце. Осмотрел я следы в лесу. Ваш дух знает, как произвести впечатление на незваных гостей. Я говорил, что он любит убивать. Я почти уверен, что это очень старый леший. Так это выходит обычное чудище? Как я и говорил? Не такое уж обычное. Он очень опасен для деревни и для меня, если вы решитесь меня нанять. Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. Покуда этот человек живет в этих краях, монстра нельзя убить навсегда. Он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейшин. Должно быть Харрин. Ты же его слышал. Одних слов недостаточно. Мне надо найти отметку. Люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди это умеченного. А остальное я беру на себя. Надо понять, какую тропу отметил дух Леса. И там, где зло найду, буду именовать его зло. Леший выбрал эту девушку. Зараза. И там, где зло найду, буду именовать его злом. А при этом не спрашивай с собой. Ну, кашель наконец прекратился. Ну, вчера мы это сделаем. Интересно. Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу. Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст. Лишь бы чудищу понравится. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал. Сперва надо убить дружка чудища. Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы Меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, Леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшим. И будет у нас мир на все времена. Это не старейшины. Тогда кто? Девушка, с которой ты говорил. Надо изгнать ее. Ты сам сказал. Но она же наша. Свен, ради блага деревни. Прогоняйте ее. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для тебя. Не суй свой нос в чужие дела. Я сделал то, что должен был. Теперь твоя очередь. Здесь начинается земля Лешего. Прежде чем его искать, надо уничтожить все дотены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА